Вопросы, которые мы с вами сегодня должны рассмотреть, таковы. Три вопроса. Это история статистической методологии познания, статистические школы России и основные направления развития статистической науки за рубежом. Литература, которая необходима для подготовки этих вопросов, следующая. Это наша с вами книга «Курс истории статистики». Винер «Мое отношение к кибернетике. Ее прошлое и будущее». Дружинин Николай Константинович «Развитие основных идей статистической науки». Статьи и речи Максвелл. Борис Иванович Карпенко «Развитие идей категории математической статистики». И Кауфман «Теории и методы статистики». Лаплас «Опыт философии и теории вероятностей». Плашко Борис Герасимович. Эта книга есть у нас в библиотеке «История статистики». Далее идут три книги, очень редкие книги. Я их выписывал из публичной библиотеки Санкт-Петербурга. Это РНГ «Трилогия математики», «Эволюция физики» Эйнштейна и «Специальная система и законы ею управляющие» Адольфа Кетле. Вот, пожалуй, весь список, такой большой список литературы, который вам нужен будет для подготовки этих вопросов. Да и не только этих вопросов, собственно говоря, тех тем, которые совпадают с нашей тематикой сегодняшней. Я хотел бы начать первый вопрос с того, что термин «статистика» имеет, собственно говоря, много значений. Об этом я вам говорил неоднократно. Во-первых, есть государственная и ведомственная статистика, которая занимается сбором, обработкой данных. Это статистика наука о количественных характеристиках, анализе, прогнозировании массовых явлений. И эту науку вы изучаете и в курсе математической статистики, в курсе теории статистики и в отраслевых статистиках. И, наконец, третий смысл, который часто стал встречаться при использовании программных ресурсов зарубежных государств. Смысл слова, он, собственно говоря, начал использоваться физиками, химиками, биологами. Когда какая-то формула или распределение называется статистикой, например, распределение вероятностей Гаусса-Лапласа. Физики говорят, что частицы, допустим, с полуценным целым спином, моментом количества движений подчиняется статистика Ферми. А частицы с целым спином, статистики Боза и Эйнштейна, например, фотона. И вот здесь понимаются формулы, описывающие волновую функцию элементарной частицы. Мы должны с вами сегодня в первом вопросе поговорить о том, что вообще представляет собой статистика. И какова история развития статистической методологии, чтобы далее было понятно, чем занимаются статистические школы всего мира. И в том числе современные российские статистические школы. Если в целом подумать о развитии природы, общества, то мы можем сказать, что вот историки ссылаются на то, что биологический вид наш, где-то уже существует 2-3 миллиона лет. Между тем, научное понимание статистических закономерностей в природе и в жизни появилось всего только 100, ну максимум 300 лет. А наука вообще существует, если говорить, где-то 2000 лет. То спрашивается, как могли выжить люди, не понимая, что такое статистическая закономерность, что массовые явления следует изучать. И мы, собственно говоря, тут же сразу же ссылаемся на то, что некоторые законы, затем открывающиеся, они позволили влиться в эти понимания. Но уже позже, вот в 1687 году, Ньютоном был открыт закон всемирного тяготения. Затем начали условия этого закона использоваться в строении зданий и так далее. То есть ситуация использовалась уже преднамеренно. То есть статистические закономерности массовых явлений, они учитывались во всех абсолютно новшествах, которые использовались при технических совершенствованиях и так далее. Но были случаи, когда, например, известные полководцы, такие как Александр Македонский, Юлий Цезарь, формировав свои армии, которые завоевали затем полмира, совершенно не зная о статистических закономерностях, формировали армии так, что они, собственно, обеспечивали захват новых территорий, победу в войнах. Они знали прекрасно, что есть воины, которые трусливые, есть воины, которые очень мужественные. И вот как бы определив среднюю величину, закономерность, они знали, что в данном случае будет победа за ними. И каждый рабовладелец, создавая свое хозяйство, тоже предполагал, что рабы могут быть, в общем-то, очень способны к труду, и те, которые не очень способны. И, используя эти средние данные, он планирует выполнение каких-то работ, абсолютно не зная, что есть наука, статистика, и, соответственно, есть какие-то особенности, которые влияют на отклонение от этих закономерностей. Если посмотреть на религию, которую сейчас вот как-то ближе стало, когда я учился, нас больше учили атеизму, но вместе с тем и теперешние каноны религии, они ссылаются на то, что вот закон, то есть закономерность, это от Бога, создано Богом. А вот то, что случайность, которая нарушает какие-то явления, то уже, соответственно, относится не к Богу, а к сатане, шайтану там, если это ислам, и так далее, и так далее. Ну и возникает вопрос в связи с этим, ну как относиться к тому, что все-таки статистические закономерности являются основополагающими при формировании каких-то жизненных позиций общества, непосредственно человека и так далее. Если задаться вопросом, а как животные реагируют на вот эти вот закономерности жизни, то, знаете, надо отнести некоторые вопросы к Дарвину. Он доказал, что естественный отбор наиболее приспособленных к окружающей среде организмов, это статистический массовый процесс, то есть закон, действующий ли в среднем в массе долгое время. То есть как бы и животные тоже используют вот эти закономерности, не осознавая это, а вот как бы в инстинктах, которые, соответственно, сложились из привычки, из века в век, из поколения в поколение животных, вот формировать свое отношение. Ну и, соответственно, унаследовав от животных предков вот этот инстинктивный учет статистических закономерностей мира, люди по мере развития сознания, а затем и науки дополнили понимание законов окружающего мира осознанным пониманием отдельных черт статистического характера случайности. Например, в торговых государствах, особо известных в 14 веке, это Венеция, Нидерланды, появились страховые общества. Вот мы сейчас особо об этом говорим, а те государства начали заниматься страхованием имущества. И на базе того, что был опыт о чистоте, допустим, вот кораблекрушений или гибели кораблей от нападения пиратов. И давали страховку купцам или компаниям, отправляющим корабли с грузом товаров или за товарами, взимая за эту страховку такую плату, которая превышала стоимость страховки, умноженной на частоту гибели кораблей. Это уже зачатки практического применения знаний о статистической закономерности, но уже использования именно в экономической сфере. Живя в статистической среде, как бы бессознательно или совершенно осознанно понимая ее свойства, люди стали и сами искусственно создавать статистические вероятностные процессы. Прежде всего в виде так называемых азартных игр. Сейчас вы часто встречаете в средствах массовой информации, информацию о том, что закрыли казино или какие-то игровые автоматы вынесли. И вот возникает вопрос, зачем туда, собственно, идут в то же время и студенты, не надеясь на размер своей стипендии для проживания, но в конце концов получающие, что и стипендию проигрывают там. Почему они туда идут? Ради наживы? Ну, в общем-то вопрос может быть, да, в какой-то степени. Но каждый человек, который туда приходит, он знает, что выигрыш-то не стопроцентный. То, что будет вложено в те же автоматы, собственно, отдача будет где-то только в размере 25, ну максимум 30% выигрышных. Но вместе с тем они идут, даже медики сейчас определили, что есть такое заболевание, вот это вот игромания. Вот, но вместе с тем, в целом, вот если задумываться над вопросом, в чем же притягательность этих игр, ну, скорее всего, все-таки это без случайности человек уже не может жить. Вот ему необходима как бы обязательно игра с чем-то. Ну и бывает так, что играют в карты без всяких денег. Это тоже игра, игра, но без принципа денежного. Ну и мне хотелось бы сказать о таком виде, в общем-то, участия в случайных событиях, как посещение футбольных полей, хоккейных коробок и так далее, и так далее. Вот если бы не было случайности, неинтересно было бы посещать, допустим, хоккейный матч нашего газовика университета, команда, когда он играет с «Зенитом», если бы мы точно знали по статистической закономерности, что газовик университет обязательно выиграет, то мы на матч бы точно не пошли. А вот если учитывать то, что может быть и проигрыш, то мы обязательно пойдем, собственно, и посмотрим, кто же выиграет, кто лучше играет, кто с лучшим настроением участвует, собственно, в этой игре. И вот появляется в этом процессе как раз случайности, которые нарушают закономерность вот тех событий, и этим, собственно говоря, и притягательность всех этих направлений. Если рассматривать вопрос непосредственно случайности статистической закономерности и развитие это в истории, то мы можем отметить, что в истории, особо в 17 веке, вопросы статистических закономерностей особо были в приоритете, и возникло такое понятие жесткого детерминизма, когда физики и химики доказывали, что случайность возникает лишь только потому, что человек не знает, как бороться со случайностью. Он не владеет информацией по поводу того, чем он занимается. Если он знает физические законы, химические процессы, то и случайности не могут возникать. Но жесткий детерминизм, он, по сути, не доказал свою состоятельность, и мы в статистике всегда говорим о жестком детерминизме как условном состоянии, что давайте представим себе, что вот эти признаки между собой жестко связаны. Этот вот жесткий детерминизм, конечно, очень удобен для некоторых правителей. Если, допустим, вот сейчас в Ливии Муаммар Каддафи, в общем-то, восседал на троне и диктовал свою политику в течение 40 лет, то, собственно, людям-то это не нравится. И они говорят, что нужна смена политики, смена экономических догм, которые там проводились. И вот это, соответственно, прийти к научному развитию как политики, так и экономики. В Советском Союзе тоже были времена, когда насаждалась какая-то теория, особо это вот в 50-е годы вопросы связаны с академиком Восхнил Лысенко, который заявил, что наука – враг случайностей. Нелепость этого лозунга уже тогда была ясна каждому образованному человеку. Ну, как сказать, наука – враг тяготения, наука – враг магнетизма. Несогласие вот с этим лозунгом, вы знаете, наказывалось вплоть до тюрьмы, вплоть до ссылки на Колыму и так далее. И вот когда критиковались законы Менделя о наследственности, наследственность как складывающая из случайностей закономерность, она чисто даже политически из общества выводилась. Есть вопросы, которые, собственно, доказывали и возможность все-таки каких-то детерминистских подходов. Ну, допустим, ссылаются в этом случае на французского ученого Леверье, который на кончике пера, чисто зная физику тел, знал закон Ньютона о всемирном тяготении, он открыл в Солнечной системе Нептун. Но вместе с тем, вы знаете, если эту точку, в которой она располагалась, взять как точку для ориентации космических кораблей, то никакой космический корабль, используя это расположение, прилететь к этому Нептуну не может. Почему? Потому что случайная возможность отклонения. И вот когда рассматриваются какие-то космические цели, тоже вроде бы определенное нахождение планет, и посылаются туда корабли, то обязательно существует доводка на случайность отклонения от того или другого маршрута. То есть опять жесткий детерминизм, он по сути условно как бы существует, чтобы ориентироваться для того, чтобы что-то создать. Статистические закономерности находят свое развитие и методологии естествознания. Множество ученых, таких как Максвелл, Борге, Зенберг, Бройль, использовали вопросы статистических закономерностей в проведении своих опытов, и статистический характер этих закономерностей. Он, по сути, осознавал в естественном отборе вот тех организмов, тех условий среды, которые, по сути, давали возможность определить закон о развитии того или другого направления или организмов, или каких-то физических тел. Если рассматривать методы современного статистического анализа, например, корреляционного измерения тесноты связей, то он, собственно, этот метод возник для решения биологических задач. И его основоположник, английский биолог и статистик Гальтон, впервые применил корреляцию при изучении связи роста сыновей с ростом отцов. Статистические закономерности были обнаружены в самых разнообразных отраслях науки и областях человеческой деятельности, в физиологии, в медицине, экологии, в астрономии, геологии, в сельском хозяйстве, промышленном производстве. Например, статистический контроль качества изделий, качество услуг. Вот недавно защищалась диссертация в массовом производстве. И статистический мониторинг параметров технологических процессов. Статистические закономерности, они проникли и в статистическую социологию. В общем-то, открывателем, вернее, человеком, который открыл это направление, является Адольф Кетле. Он построил динамические ряды числа разных преступлений в Бельгии и убедился в постоянстве их числа и отношении к числу жителей. Получается, что, как он пишет, эти казавшиеся случайными явления подчинены достаточно строгой, но только в среднем, в большой массе закономерности. Как будто кто-то заранее определяет, говорит Кетле, сколько человек будет убито и при том ножом, а сколько повешено или затушено. Как будто, собственно, постоянно эта величина определена. Так это или не так, вопрос, который, собственно, требует и дальнейшего изучения. Но на трудах, на идеях Кетле о статистическом характере законов социологии выросли разработки Рикардо и Маркса, которые ввели в свои политико-экономические теории ряд статистических закономерностей. Это определение стоимости товара средним количеством абстрактного труда, закон средней нормы прибыли Карла Маркса. Ну и можно сказать, что марксизм совершенно не воспринял положение Кетле о вероятностном характере закономерностей общества. Вот вопросы о вероятностном характере часто встают во время конференций, когда проводятся научные конференции, или какие-то доклады о развитии, допустим, Оренбургской области, стратегии, допустим, указывают на то, что конкретно будет увеличиваться ВРП, допустим, в 4,5 раза. Зарплата в 2 раза к 2030 году по Оренбургской области. Абсолютно никаких доверительных интервалов, абсолютная абстракция от случайностей, инфляции, например, и так далее, и так далее. Как-то в 1996 году на конференции еще в Ленинграде Михаил Михайлович Юзбашев выступил на... Вот форум был, кстати, международный по поводу этого. Почему именно статистические органы даже многих стран, прогнозируя ситуацию, не говорят об отклонениях, о влиянии случайных событий. Вот это, соответственно, как раз влечет за собой искажения и не учет, точнее, вот этих случайностей. В настоящее время мы знаем, что продолжает развиваться кибернетика, наука о переработке информации и управлении сложных системами. Эта наука имеет ярко выраженный статистический характер, о чем говорит один ее создатель Норберт Винер. Он пишет так. Связь и управление неотделимы друг от друга, как в машине, так и в живом организме. И основа этой теории вероятностная. Более того, в Соединенных Штатах, в России и других странах была усвоена выраженная тогда точка зрения, что проблема автоматизации – это, по существу, проблема статистическая, предполагающая использование случайных функций. Вот, к сожалению, я часто говорю на заседаниях кафедры, что в преподавании таких предметов, как кибернетика, а точнее экономика математических дисциплин, часто не осознается раствор и происхождение от статистики, статистический характер законов информации и управления. Например, часто говорят о недотерминированных связях, недотерминированных системах. Ну, а понимание недотерминированное означает беспричинное. На самом деле нет беспричинных явлений. Следует говорить о статистическом детерминизме проявлении причинной связи в массе явлений, в среднем, при наличии случайной вариации и колеблемости отдельных явлений. О статистической причинности ее возникновения в результате переплетений в сложной системе множество причин и следствия, иначе говоря, в результате всеобщей взаимосвязи явлений мира, подробно говорил великий русский статистик, логик и философ Александр Александрович Чупров. И всем желающим я бы посоветовал глубже понять эти далеко не простые вопросы, изучая его замечательный труд, очерги по теории статистики. Это книга «Госстат издата» 1959 года. Один экземпляр был в областной нашей библиотеке, Крупской. И вот за последние 80 лет, как написал Александр Александрович эту книгу, не было создано более глубокого труда, обосновывавшего статистический характер закономерностей, массовых явлений, необходимость статистического метода их изучения. Ну и в итоге по этому вопросу я хотел бы сказать, что случайность существует особенно в природе и в обществе, и не является результатом нашего незнания тех или иных условий процесса. Задача статистической науки не в том, чтобы исключить случайности всюду, искать жесткие законы, а в том, чтобы включить в случайность свои выводы, прогнозы, и в том, чтобы по возможности расширять сферу математического измерения вероятностей. Всякая достаточно сложная природная, социальная или техническая система подчиняется статистическим по своей форме проявлений закономерностям, то есть сочетает необходимые средние значения параметров, тенденции развития со случайной вариацией и колеблемостью индивидуальных значений этих параметров.